Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Это видео адресовано прежде всего зрителям-минималистам, те, кто пришли на мой канал, а в силу каких-то других роликов, которые были для них интересны, информативны, в тематике минимализм. В этом видео я расскажу то, что уже рассказывала. Я расскажу о том, как же я пришла к минимализму. Но сначала хочу задать несколько вопросов своим зрителям. Я думаю, что очень многие новые зрители удивлены тому, что на своем канале я освещаю, в общем-то, тематику моды. Я показываю людей, которые красиво, классно умеют одеваться. Я показываю очень много своей одежды. Более того, я срезаю этикетки. Кто-то подозревает меня в том, что я владела раньше магазином, и все, что не распродала. Конечно же, размера SXS я, в общем-то, теперь сама до нашего. Я являюсь женщиной, которая крайне редко носит украшения. Я являюсь человеком, который очень любит черный цвет на себе, а также на других. Я являюсь ли я от этого персоной более минималистичной? Конечно же, нет. Хотя, возможно, очень многим я кажусь в таком образе, образе женщины без сережек, без браслетов, без колец и часов, без цепочек и так далее, без любимых женских аксессуаров. Возможно, очень многим я бы казалась гораздо более и более минималистичной. Если бы изо дня в день я записывала свой контент только в черном свитере, иногда меняя его на белую рубашку, я думаю, что также мой контент был бы ближе и понятен очень и очень многим зрителям. Но я выпускаю огромное количество видео, повторюсь про моду, о том, как можно классно одеваться, и показываю огромное количество своей одежды, которое, кстати, было куплено и не носилось по одной единственной причине, несмотря на то, что многие подозревают меня в том, что у меня был даже, возможно, свой магазин. И все, что я раньше не смогла распродать, я теперь и показываю, срезая этикетки. На самом деле, я родила двоих прекрасных детей. Вся та одежда, которую я сейчас показываю, которую я не носила, которая спокойненько себе лежала и ждала случая на полках, либо на вешалках висела, это вся та одежда, которую я не носила, прежде всего, в силу того, что кардинально поменялись обстоятельства в моей жизни. Когда я узнала, что благополучно беременна своим вторым ребенком, Егору было 7 лет, соответственно, я уже была мамой, которая имела достаточно взрослого ребенка и могла позволить себе любую одежду, потому что ребенок ходит сам, ребенок уже не нуждается в таком количестве внимания, как маленький ребенок. Соответственно, все это я могла носить и не носила, потому что у меня потом родилось двое замечательных детей, младших членов нашей семьи. Соответственно, очень у многих вызывает как раз-таки диссонанс то количество одежды, то количество сумок, которые я показываю, да и вообще сам факт того, что я, в общем-то, еще бы себе прикупила, но не покупаю, честно скажу, просто потому что мне класть уже некуда и вешать некуда. Тем не менее, я стою на позиции, считая себя женщиной-минималистом, у меня есть видео, где я действительно могу быть примером для очень-очень многих шагающих по пути минимализм, потому что там я достигла, но абсолютного непотребления. И, кстати, как раз-таки минимализм для меня – это вопрос о непотреблении, который сводится к непокупкам, который сводится к неиспользованию определенными услугами, прежде всего, когда мы в этом не нуждаемся. Соответственно, минимализм, он приводит также к пониманию того, в чем мы нуждаемся, а в чем мы не нуждаемся. Ну и как следствие, минимализм приводит к пониманию того, что да, счастье, оно не в вещах. Хотя очень многим моим зрителям кажется, наверное, что я являюсь человеком, кто ищет счастье в вещах. Не могу сказать, что возможно раньше так и было, но с другой стороны я являюсь человеком, который всегда говорит о том, что женщина, если ей хочется выглядеть хорошо и красиво, она безусловно, сохраняя холодную голову, должна этим пользоваться, должна пользоваться своей женской сущностью, не для достижения своих целей, а для того, чтобы чувствовать себя классно. Потому что мужчина чувствует себя хорошо в этой жизни, когда он силен и, скажем так, успешен в работе. Женщина в большинстве своих случаев чувствует себя классно в этой жизни, когда она хорошо выглядит и она счастлива внутри своей семьи. Поэтому, в общем-то, клеймить женщин, даже женщин-минималистов за то, что у них есть некая любовь к одежде, что у них есть и сохранилась некая любовь к одежде, что, возможно, они обновляют периодически свой гардероб, я бы не стала и, в общем-то, не советую никому из зрителей, кто является начинающим минималистом. Поэтому очень бы мне хотелось, чтобы мой минималистичный контент смотрела как можно больше действительно зрителей, которые бы могли действительно понять, что можно удерживать достаточно хороший баланс. Хотя, повторюсь, все, что я показываю, всю ту одежду, что я показываю, большая часть действительно была куплена очень и очень давно. Итак, мой путь к минимализму начался очень просто, он начался с шопингов. Это сложно поверить, но это случилось именно так. Когда родился мой второй ребенок, я поняла и осознала, что больше шопиться я не могу. Я не могу ездить в Паду и свои любимые магазины. Я не могу в них ездить, даже когда приезжает мой муж, потому что я видела своего мужа буквально 6 дней в месяц, а то и меньше. И, конечно же, тратить наше совместное время, наши совместные досуги, которые мы можем провести все вместе с детьми на то, чтобы, в общем-то, поехать в Паду. И семья меня там ждала где-то, 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 пока я выбираю себе очередное платье, юбку, либо плащик. Я, в общем-то, понимала, что это нелогично, как минимум. И да, я перестала физически, что называется, посещать магазины. Я обратилась к интернет-шоппингу. Тогда интернет-шоппинг, напомню, что сейчас моему второму ребенку, речь идет как раз-таки о рождении второго ребенка, сейчас ему 6 лет. Соответственно, ситуация, о которой я рассказываю, это ситуация 6-летней давности. И тогда интернет-шоппинг был не очень развит, хотя уже очень многие магазины запустили интернет-платформы своих интернет-магазинов. И, в общем-то, я начала покупать, как это часто бывает с нами, женщинами, я начала покупать не для себя. Я много раз рассказывала, что очень часто мои покупки сопровождались для меня чувством вины, ощущением, что я, в общем-то, опять перегибаю палку, покупая себе то же самое, покупая себе то же самое в огромных количествах. И я обратилась к шоппингу на благо семьи, на благо своих детей, на благо своего маленького ребенка. Вся одежда, которую имел Егор до 3 лет, это была одежда, которая еще покупалась ему в Москве, которая была ориентирована на московские реальности, и она совершенно не подходила для Италии. И я дала себе, и таким образом я дала себе зеленый свет на то, чтобы накупить огромное количество одежды для гаврюшечки. Где я ее покупала? Тогда было очень мало, опять же, повторюсь, магазинов, не просто интернет-магазинов, а именно интернет-магазинов с детской одеждой. И из тех немногочисленных магазинов мой выбор пал на Дзару. Мой выбор пал на Дзару, также учитывая то, что гаврюшечка родился у нас в июне, и, соответственно, я попала на летний сейл. Что я увидела на летнем сейле в детском отделе? Я увидела огромное количество хорошенькой одежды, одежды, которую не имел Егор, потому что 7 лет назад такую одежду, в общем-то, было даже не достать и не купить. Я увидела огромное количество классной одежды, которая продавала их, к тому же, с огромными скидками. И я начала покупать. Курьер в мой дом приезжал, ну, как минимум, через день, а иногда и каждый день. Посылка за посылкой приходили на мой адрес. Я тогда не умела делать возврат и не очень хотела тратить на это время. И если что-то мне клали по ошибке, если был какой-то брак, я, в общем-то, пожимала плечами и оставляла ситуацию так, как есть. Пока в определенный момент, примерно через полтора месяца, я не поняла, что эти посылки доставляют мне огромное неудобство. Я поняла, что мне нужно ждать курьера. Я поняла, что мне нужно брать спящего ребенка, либо бодрствующего ребенка. Благо, дело было летом, мне не нужно было его одевать. Но, тем не менее, мне нужно было брать ребенка на руки и спускаться к курьеру. Носить посылки домой, найти время, чтобы их распаковать, посмотреть всю одежду, постирать то, что будет носиться в ближайшее время. Ну и убрать то, что будет носиться через какие-нибудь хорошие пару, а то и тройку лет. И вот тут я поняла, вот тут я осознала, что шоппинг не приносит мне никакого удовольствия. И я очень благодарна себе за то, что я смогла это признать и осознать. И сделать это достаточно сложно, гораздо проще себя оправдать. Да ты устала, у тебя плохое настроение и еще что-то, еще что-то. Шоппинг – это ведь так здорово, ты имеешь возможность покупать. Почему ты недовольна? Почему ты думаешь, что тебе это осложняет жизнь? В тот момент, когда я поняла, что да, мне сложно справиться с таким количеством покупок, я перестала покупать. И примерно через 3-4 месяца случилась ситуация, о которой я тоже много раз рассказывала. Синьора, которая приходила убираться в мой дом, которая помогала мне с уборкой в доме, она внезапно заболела. Она сказала, что все, это последний раз, когда я прихожу и больше я не смогу прийти. И тогда я поняла, что пока я найду себе нового человека, я должна поддерживать порядок и прежде всего чистоту в своем доме самостоятельно. И тогда я обратилась к тем чистящим средствам, которые хранились у меня в ящике. На самом деле в тот специальный ящик они не помещались, они стояли примерно везде, в больших количествах в моей комнате, которая специально предназначена для хранения всего. Для уборки, для стирки, для глажки и так далее. И я поняла, что прежде чем убраться, я должна потратить 10, а то 15 минут на то, чтобы найти нужный бутылек. И самое главное, прочитать и понять, как мне его использовать. И более того, я поймала себя на мысли, это тоже очень важно, за что я себе, конечно же, признательна. Я поймала себя на мысли, что каждый раз, когда я выезжаю в супермаркет, я покупаю какое-то новое чистящее средство. Это какая-то удивительная магия, которая имеет новое, только что, возможно, выпущенное, либо только-только попавшееся нам на глаза чистящее средство. Эта магия распространяется практически на всех домохозяек. Я не знаю почему, но мы действительно возлагаем какие-то приятные, греющие души надежды, что, купив вот это средство, у нас уборка пойдет гораздо эффективнее и будет производиться гораздо быстрее. И я была таким человеком. Я сама не убиралась, но периодически пополняла запас вот эту батарею, огромную батарею из чистящих средств. И я поняла, что здесь я также очень много покупаю. И я поняла, что в этом сегменте я также очень и очень много покупаю. И я считаю, что именно с этих ситуаций, достаточно близких друг к другу по времени, и начался мой минимализм, который для меня начался не с расхламления, и не с переезда из одной квартиры в другую, и не с переезда из одной страны в другую страну, а как раз таки с осознания того, что я очень много покупаю. И с принятия того простого факта, что когда я буду покупать меньше, и когда я стала покупать меньше, моя жизнь изменилась только к лучшему. И считаю, что для меня отправной точкой по пути минимализма явились как раз таки вот эти две ситуации. Когда я осознала и признала свое избыточное потребление в определенных сферах, так касалось очень многих сфер, я поняла, что на мое ощущение моего счастья, моей красоты, моего благополучия и комфорта, мое потребление, мои покупки не влияют никак. Более того, тот простой факт, что я сократила свое потребление, отказалась от определенных услуг и товаров, очень и очень облегчила мою повседневную жизнь. Прежде всего, у меня появилось больше свободного времени. Вот таким образом я начала свой путь по прекрасной дороге минимализма. Я остаюсь при мнении, что у каждого минимализм очень и очень индивидуальный, своеобразный. Поэтому я считаю, что для многих действительно минимализм может начаться с элементарного расслабления, более того, с элементарного наведения порядка, который перечечет расслабление. Для кого-то минимализм может начаться с переезда из одной квартиры в другую, когда мы понимаем, что мы совершенно не нуждаемся в всех тех вещах, которые уже упакованы в коробки, которыми мы не пользуемся на протяжении долгого времени. Для каждого из нас минимализм может начаться с какой-то очень и очень индивидуальной причины. Ну и также я продолжаю стоять на позиции, что и у каждого минимализм будет очень и очень, возможно, непохожим на минимализм других людей. На этом с вами прощаюсь. Желаю всем бодро шагать по пути минимализма, прежде всего, если вы ощущаете, что так вам комфортнее. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.